Для дошкольников посёлка Измайлово 1 сентября стал особым днём, несмотря на то, что они ещё не отправились в школу. Именно в День знаний состоялось торжественное открытие дошкольного отделения на базе Измайловской школы для детей от 3 до 7 лет на 30 мест. В посёлке никогда не было детского сада, родителям приходилось возить детей в ближайшие населённые пункты. «Нужно говорить детям, что бывает волшебство. Мы будем расширять это дошкольное отделение и, скорее всего, уже в этом году мы получим ещё одну группу на 30 мальчишек и девчонок. Я уверен, что мы справимся с этой задачей». В дошкольном отделении музыкальные и физкультурные классы оборудованы современной мебелью просторные и уютные спальные комнаты, игровая группа. В учебном классе находятся три стола со встроенными компьютерами. Еда для воспитанников детского сада будет доставляться из школьной столовой. «Дорогие друзья, мы действительно получили этот ключ. Получили ключ к нашему входу. Входу в новое дошкольное образовательное учреждение. Ребятки, мы рады, что вы к нам пришли. Мы будем с вами играть, будем вас учить, будем с вами гулять вместе. Вы будете переходить из одного класса в другой. Мы открываем для вас двери этим волшебным ключиком». А для учащихся сельского поселения Булатниковская 1 сентября после капитального ремонта распахнула свои двери Измайловская школа. Глава Ленинского района Олег Хромов поздравил ребят с началом учебного года. «Вы сегодня переступите впервые порог этой замечательной школы. Школы, которые мы сегодня открываем вновь отремонтированной. Немножко, правда, еще нужно будет убраться, провести несколько субботников. Но я думаю, что и родители, и учителя, безусловно, организуют рабочие места, организуют учебные места как для педагогов, так и для своих юных дарований». Измайловскую школу в День знаний посетила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева. «Сама мама, я сама сегодня ребенка тоже проводила в школу в 11 класс. В поздравлении от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева написаны очень правильные слова образования, как дорога к успеху. Но вокруг, на этой дороге, столько добра, столько тепла, потому что педагоги вкладывают душу в своих учеников. И вот с этим ощущением родного дома школа должна быть родным домом для наших ребят. Они проводят там большую часть времени». 1 сентября – самый долгожданный день для первоклашек. Это еще и праздник для тех, кто не впервые сядет за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороге. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.